привет друзья сегодня я решил продолжить свой рассказ о летнем круизе и в предыдущих выпусках моего журнала я рассказывал об острове кижи и о поселке мандроги кто это пропустил смотрите ссылки в описании а сегодня пойдет речь об острове валаам куда устремляются огромное количество паломников и так что такое остров валаам именно с исторической точки зрения да да ведь туристы которые посещают этот остров а их более 100 тысяч ходят бродят по самым разным местам фотографируют конечно что то читают о том или ином соборе или ските но в целом мало кто знает историю этого места ну так вот по преданию во время распространения христианства на руси апостол андрей первозванный двигался на север и пройдя бурные вращающиеся воды озера него то есть имеется ввиду конечно ладожское озеро установил на горах валаамских каменный крест а затем сюда пришли двое иноков сергий и герман из восточных стран и основали здесь монашеское братство и в летописях 10 века упоминается о пребывании на валаами авраама ростовского и также упоминается о том что мощи святых сергия и германа уже были перенесены в новгород в 1163 году но а более достоверная история валаамского монастыря начинается только с 14 века и чуть позже появилось сказание о валаамском монастыре оно было написано в 1407 году жизнь на этом острове развивалась до начала 16 века и на этом архипелаге проживало более 600 монахов но в связи с приходом сюда шведов благодатный остров пришел в упадок дело в том что от санкт-петербурга валаам находится на расстоянии 250 километров а на месте санкт-петербурга была построена раньше шведская крепость неинштадт еще в 1611 году так что питер появился не просто на болото здесь уже был город с двадцатитысячным населением да да именно город потому что по тем меркам 20 тысяч жителей это уже город другое дело размеры города были небольшие потому что это была крепость в результате северных войн царь пётр первый вышел к балтике в устье невы и на острове котлин разместил базу русского флота предварительно захватив как раз эту крепость неинштадт в 1703 году и до этого нотебург или позже его назвали шлиссельбург а в результате финской военной кампании в 1713 году русские войска взяли гельсингфорс и або и как итог всего этого пётр первый в 1715 году издал указ о восстановлении острова валаам вот какие перемены были на этом острове но и это еще не все ведь после октябрьского переворота в 1917 году финская губерния стала свободной государством финляндия и валаам стал входить в состав той же финляндии и все это было до 1939 года когда наши войска аннексировали часть территории у финнов в результате военных действий называемых войной с финляндией соответствии с секретным пактом молотов риббентроп надеюсь многие из вас об этом знают этот факт о секретном договоре сталина и гитлера с исторической точки зрения всегда находился в строжайшей тайне и только усилием историков как говорят все тайное стало явным валаамский монастырь был построен в конце 18 века и с этого момента здесь начинается большое каменное строительство соборов и скитов конечно главная достопримечательность это спаса преображенский собор и его подворье но также имеется множество скитов белый скит смоленский скит владимирский никольский коневский гефсимановский и так далее вообще если копнуть глубоко в историю каждого сооружения то как говорят мало на чем покажется я уже не говорю о том что поблизости на многих островах построены тоже скиты это же старинные потому что набожность монахов но как говорят зашкаливает ну вот а далее мое путешествие проходило по ладоге и по неве в столицу российской империи санкт-петербург город святого петра город красавец где народ воспитан на славных исторических традициях петербуржцы это народ особенный и конечно отличающийся от населения других городов и об этом я постараюсь рассказать своих следующих выпусках журнала но когда я закончу этот сериал о круизах я вернусь как всегда к теме музыка ссср в который раз напоминаю всем вам как всегда подписывайтесь на мой канал с колокольчиком который известит вас об очередной моей передачи а выпуски моего журнала чаще всего происходят по вторникам еженедельно и если кто-то из вас новичок на моем канале то начало всех серий моего журнала под названием music sky или музыкальное небо вы найдете по ссылкам в описании под этим видео также извещаю вас о том что по пятницам еженедельно я обычно выхожу с новым чисто музыкальным контентом это могут быть и песни в том числе и мои авторские это инструментальные пьесы самого различного характера в основном для саксофона ну и татарский фолк также совсем недавно я сделал новый плейлист это мои путешествия и всякое разное то есть здесь будут затрагиваться самые разные темы из нашей жизни том числе и рассказы о гастрольных поездках и так увидимся друзья всего вам хорошего пока 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 пока